Девочка-пай Девочка-пай Многие актрисы нашего проекта, как, собственно, вообще многие актрисы в нашей стране, ездят на метро в жизни, в обычной жизни. Вот Быстрицкая даже в этой ситуации стоит особняком. У нее есть собственный водитель и собственный автомобиль. Правительство выделило вот эту такую линию для Элины Абрамовны. Водители с автомобилем. Девочка-пай Элина Абрамовна зашла на площадку и было ощущение, что в студию одновременно вошли мухинские рабочие и колхозницы. Вот такой абсолютный монумент, символ эпохи. Первая реакция была просто грохнуться в ноги, удариться лбом о пол и сказать «О, Великая!». Постеснялся этого сделать, потому что подумал, что это ей не понравится. Она человек, не умеющий скрывать своих эмоций. По лицу видно, что ей нравится, а что ей не нравится. Она зашла в павильон. Она абсолютно точно, трезво, безэмоционально сканировала всю обстановку. Всех людей оценила. И только после этого пошла на грим. Пошла на грим – это условно сказано. Она к своему лицу относится так же священно. Не подпустила ни одного гримера. Она пришла абсолютно готова, безупречным макияжем, в безупречной одежде. И когда мы пригласили ее пойти на площадку, она выбросила палку, на которую опиралась, потому что она не очень хорошо ходит. К сожалению, она не позволяет никакой жалости, не приемлет жалости относительно себя. Она откинула мою руку, и она вошла гордой, уверенной походкой в кадр. Хотя, видимо, ей было больно. Ей было очень больно, и, видимо, ей было очень тяжело. Ей нужно было на что-то опираться. Но весь съемочный процесс она ни разу не вспомнила о палке и не попросила помощи. Вы знаете, сколько мне лет? Пошел 83-й уже. Очень много. Вообще, дамы не признаются, но я почему-то считаю, что это мое богатство. Бог с ними, пускай живут. Ну, вы знаете, как-то я должна сказать спасибо своей судьбе. Потому что я начинаю о чем-то мечтать, и судьба как-то мне помогает. А годы летят, наши годы, как птицы летят. И некогда нам оглянуть назад. А есть ли у судьбы варианты с такой-то властной хозяйкой? Летящие годы не способны растрогать и разжалобить ее. Напротив, они только придают ей уверенности. В ее жизни ни одного дня мимо, ни одного события мимоходом. Элина Быстрицкая создала саму себя. Она никогда не ждала милости от мужчин, природы и партии. Она сама пришла в Малый театр и предложила себя, чтобы потом стать примой этого театра больше, чем на полвека. Она сама пришла к режиссеру фильма «Тихий дон» Сергею Герасимову. Вождь советского кинематографа той эпохи почему-то не сумел отказать начинающей актрисе. И тогда она сыграла Аксинью, свою судьбу, роль всей жизни. Гришка, на что ты привязался ко мне, проклятый? Гришка, душу ты мою вынальше. Великая Быстрицкая. Героиня во всей красе. Единственная актриса, которая была удостоена Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Она имеет решительно все награды, которые были в Советском Союзе и есть в Новой России. Она – еврейская девочка из Киева, дочь Авраама, Авраама Петровича Быстрицкого, военного врача. Несколько лет назад я попыталась у давних знакомых по Киеву отыскать наши семейные фотографии. Нашлись три-четыре. Остальные погибли в огне войны, которая обрушилась на страну и на нас всех. Война началась внезапно, бомбежками близкого Киева. Из книги воспоминаний Элины Быстрицкой. Я прочитала вашу книгу. Ну и что? Очень интересно. Нормально, да? Интересно. На одном дыхании просто. Вы знаете, я очень... Я хотела, чтобы она была фрагментарна. Я не хотела, чтобы она была с подробностями. Не хотелось мне огорчать людей. Но, скажем, вся военная история, вся война, это очень страшно было. Это очень страшно. Места, где я была, и то, что я видела, и то, что мне пришлось пережить, это все очень страшно. Поэтому я там осторожно. Я прошла ее как бы легче. Вот что, доктор. Я решила остаться здесь и дежурить. Да? Вы решили? Ну, до завтра, до утра. А? Нет. Да. Весной 1941 года Ильине Быстрицкой исполнилось 13 лет. Осенью 1941 года она пришла в штаб военного госпиталя и заявила. Хочу помогать фронту. Вставая, страна огромная. Это не просто слова. Это встали все, кто мог. И никто не мог мне запретить. Я считала себя уже взрослой. А в гарнизонах дети всегда помогали родителям. Это было в Одессе. Это было уже в конце 43-го, может быть, где-то уже в начале 44-го года. Мы там довольно долго стояли. Я не помню точно, какое время это было. Был такой день, когда меня позвали в операционную, потому что нужно было взять у меня кровь. И было прямое переливание. И я помню длинные черные ресницы на очень белом лице. И потом все сестры, которые сдавали кровь кому-то из раненых, потом с этими ранеными общались. И я тоже приходила, я его навещала. Потом его уже в батальон выздоравливающих отправили. Я его поехала навестить туда. Он мне сказал, ты зачем приехала? Ему было стыдно, что... Ну, девчонка приехала. Я же не понимала, что я девчонка, и что это может вызывать какие-то не очень... Не очень приличные выступления на эту тему. Я не знала этого. Я на него обиделась. И я уехала, думаю, ну не надо, подумаешь, не буду я его навещать. Ну и прошли годы. Я уже училась в театральном институте в Киеве. И однажды я зашла в гастроном, чтобы попить не то соку, не то воды. Я не помню сейчас точно. И обратила внимание на то, что какой-то человек с муглой такой, с большими черными глазами, внимательно очень смотрит на меня. Ну, мне было неловко. Я как-то постаралась поскорее. Он меня задержал и назвал по имени. И потом сказал, кто он. А вот его длинные черные ресницы и большие глаза на белом лице, это я помнила. А вот смуглое лицо, которое я увидела, было совершенно другим. И, в общем, я знала, что этот человек, которому перели мою кровь, и которому я помогла выздороветь. Но сейчас, конечно, я думаю, что его уже нет в живых, он ведь был старше меня. Конечно, мужчины так долго не живут. В госпитале я таскала тяжелые носилки с ранеными. Догадываюсь, что отец знал о моих неладах со здоровьем, но сказал мне об этом через несколько лет. Это был приговор врача. Детей у тебя не будет. Из книги воспоминаний Элины Быстрицкой. У меня орден Отечественной войны и значок «Сын полка». Медали. У меня очень много наград. Я их надеваю. В основном в День Победы. В 1955 году молодая актриса Элина Быстрицкая успешно прошла кинопрубы сразу на две главные роли. В дорогостоящей экранизации комедии «Шекспира. Двенадцатая ночь» и в производственной мелодраме «Неоконченная повесть». Поскольку съемки начинались одновременно, актрисе пришлось выбирать. Я вижу, кто вы. Вы горды. Фильм «Двенадцатая ночь» стал звездным для будущей легенды советского кино актрисы Клары Лучко. Только по одной причине. Элина Быстрицкая предпочла сняться в «Неоконченной повести». Сегодня у меня еще трое больных. Да и ничего интересного я вам не расскажу. Мне все интересно. И впоследствии актриса никогда не отказывалась, если ей предлагали роль медсестры или врача, даже в случае слабого сценария. Такой Быстрицкий принцип – отдать дань отцу, отдать дань собственной памяти о войне, принести пользу стране, стать образцом для подражания. Татьяна Игоревна Савинская, которая пошла учиться в мединститут после моего фильма, потом спасла меня. Она врач. Я с ней общаюсь иногда. Это уникальный человек. Музыка. 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 Спокойное, ничего не выражающее лицо, просто спокойный, ровный взгляд в камеру. Я, честно говоря, очень испугался, когда в студию вошла Елена Авраамовна, потому что зашел такой генерал. Она зашла, это такой сильный, мощный характер, манеры, темпо-ритм, в котором он говорит. У меня руки затряслись, потому что я понимал, что мне нужно каким-то образом, мне же ведь нужно держать контакт, мне нужно режиссировать актрису в кадре. А я чувствую себя при этом совершенно, совершеннейшим ничтожеством, потому что я понимаю, что где я и где эта великая женщина. Я как-то снимаю. И еще раз. И еще раз. Можно чуть-чуть, можно подвигаться лицо. Просто спокойный, ровный взгляд в камеру. Да, хорошо, очень красиво. Когда вам говорили, что вы красивая, как вы реагировали? Никак. Я не считала себя красивой. Я услышала это, как раненые сказали. Я потом пришла домой. Это было в 41-м году. Раненых сказали, посмотри, какая хорошенькая девушка. Я тоже оглянулась. Там никого не было. Потом я сообразила, что речь шла обо мне. Но я, когда пришла домой, я смотрела в зеркало, и там ничего интересного не увидела. Я не знала о себе этого. Абсолютно железобетонный характер. Но при этом я понимаю, что это необходимость быть такой. Внутри такая жизнь. Видно столько ран, видимо, столько ссадин. Видимо, столько каких-то внутренних увечий, что она очень боится кого-либо к себе подпускать. Абсолютная броня. Но при этом стопроцентная профессиональность. Не надо меня жалеть. Я все понимаю, я все знаю. Плыть по течению не могла ли я? Это другой характер. Меня так учили делать то, что я считаю правильным, обязательно. Мама говорила, что плыть по течению – это лениться. И это делать себе по блажке. Мне это не разрешалось. И я этого и не хотела. Граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и форта, вам обращаюсь я. Верховный главнокомандующий Советского Союза нашел в себе силы выступить по радио перед всей страной спустя неделю после начала Великой Отечественной войны, когда уже горели города, гибли взрослые и дети. Тысячи, десятки тысяч. Товарищ Сталин дал установку – все для фронта, все для победы. И даже если бы оглушенная бомбежками страна не расслышала этот призыв по радио, она поступила бы так же. Другого выхода не было. Фронту надо – сделаем. Военное время исключало мечты о любом другом призвании. Вместо танцев и драм-кружков – курсы фельдшеров и акушерок. Диплом медицинского техникума Элина Быстрицкая получила в 1947 году. Я приняла 15 младенцев. Это было обязательно. Все, что было обязательно, я все сделала. Я окончила техникум с отличием. Во время учебы в техникуме я приняла участие в художественной самодеятельности. У меня получалось. Допустим, я не пойду работать фельдшером, а я больше ничего не умею. А в самодеятельности вроде получается. Но я ведь поступила в педагогический институт. И там стала вести танцевальный кружок. Этот кружок на Олимпиаде получил премию. Я получила путевку в Дом отдыха работников искусств. И там настоящая актриса Наталья Александровна Гебдовская сказала, вы где учитесь? Я сказала, в педагогическом. Она говорит, жаль, вам надо в театральной. Вот все и решила. Мой отец и мать уже были в Литве. Мой отец военный врач. А институт в Киеве. Папа меня провожал, когда я заявила, что я все-таки поеду. Папа принес мне буханку хлеба и бутылку сладкой воды. Но родители переживали? Они как-то проявлялись? Я понимаю, что сложно. Оставьте в покое моих родителей. Что вы к ним цепляетесь? Я не цепляюсь к ним. Я просто спрашиваю. Что вы спрашиваете? Без конца спрашиваете. Каково им было? Как вы думаете? Попробуйте сами. Подумайте сами. Дочку вырастили, а она не слушается. Поступает по-своему. Каково? Больная тема ноет вечным нарывом больше полувека. Что это такое? Как это? Доказывать право на собственную мечту? Врач, учительница. Самые уважаемые женские профессии в послевоенное время в Советском Союзе. Артистка. Бесполезное баловство. Первый успех был. Первый. Это была... Первая роль. Это была Таня Арбузова в Вильнюсе. Это были аплодисменты. Это... Актеры меня выставляли одну уши, кланяться, а зрители все не отпускали. А потом я ехала в автобусе домой и очень горевала, что я папу с мамой попросила не приходить. Мне было жаль. Потому что они бы видели, они бы поняли, что я все-таки пошла туда, куда надо. Но это продолжалось, пока я ехала домой. Я когда приехала, я вошла. Они были еще разгоряченные после спектакля. Они были в театре, я об этом не знала. И когда я пришла домой, папа сказал тогда, работай. Твоя, правда. Твоя взяла. Моя борьба за профессию это главное, главное, чем я занималась в молодости. Я боролась за эту профессию не только со своими замечательными родителями. Они у меня уникальные были. К сожалению, их нет уже давно. Боролась я ведь не только с ними, я боролась и вокруг. Важна ли на съемочной площадке симпатия к партнеру? Вот если вам не нравится категорический партнер, это же... У меня такие были случаи в моей жизни. Это не связано было с Тихим Доном. Это трудно, но это приходится делать. Преодолевать приходится. Вы про Бондарчука? Я не собиралась вам называть никого, потому что мне кажется, что это опять вы куда-то не туда идете. Я вам сказала, что в моей жизни так было. Я надеюсь, что вы мне можете поверить без доказательств. Я вас все прошу помогать мне. Ваша обязанность подумать о людях, живущих в районе вашего завода. Прощайте, доктор. Мелодрама 1955 года «Неоконченная повесть». Масштабный эксперимент. Первый советский цветной фильм. Отказаться от участия в этом историческом событии Элина Быстрицкая не могла. Уже тогда она сама писала свою биографию. Значительную, яркую, безупречную. Вся съемочная группа, однако, знала о конфликте двух партнеров Элины Быстрицкой и Сергея Бондарчука. Острая личная неприязнь грозила обернуться публичным скандалом. В результате все сцены, где героиня крупным планом объясняется с героем, были сняты без участия Бондарчука и с привлечением дублера. Быстрицкая победила. Ее партнером за кадром стал сам режиссер. Да, у меня был такой срыв, когда замечательный режиссер Фридрих Маркчич Эрмлер сказал, ну, давай со мной. Такие вещи бывают у молодых актеров, которые еще не очень владеют профессией. О, бьет каждый день. Кровь высосать. И ты тоже хорош. Когда мы включили проектор и обратились к Илине Быстрицкой с просьбой занять это единственное место возле экрана, чтобы проиллюстрировать этапы большого пути актрисы в советском кино, она отказалась. Довольно резко. И только позже, сменив гнев на милость, Иллина Аврамовна объяснила причину отказа. Субтитры создавал DimaTorzok от меня в память. Дова убитого Харонжево-Мелехова. Да. В проекте «Бабье лето» приняли участие 22 народные артистки Советского Союза. И каждая из них – это эпоха. Эпоха в крупных незабываемых планах. Полвека назад и сейчас. Из 22 советских легенд одна актриса отказалась любоваться своими крупными планами. Одна такая – Элина Быстрицкая. Вот когда вы смотрите свои старые фильмы, да? Я ведь не смотрю. Вы бы спросили, смотрю ли я свои старые фильмы. Ну как не смотрите? Не смотрю. Вообще? Категорически? А если случайно, по телевизору? Ну, отворачиваюсь. Я не могу это смотреть. Почему? Я не знаю. Если мне приходится смотреть, я испытываю неловкость. Любочка, не копайтесь. Это в душу идете. Не копайтесь в душе. Не надо. Вот что дам, то и возьмете. Вы понимаете, да? Минуточку, минуточку. Что-то не получается. Пока не выходит. Позвольте-ка, или минутку. Так, так стало быть, вы видите, пришла. Ну и что это значит, пришла? Что она понесла? Любовь, гнев? Пришла она ссориться? Нет. Так любишь, что не может ссориться. Вдруг на какую-то минуту видал совершенно равнодушие в обзоре. Вот когда он спросил, чего он? Компромат, ставший классикой. Режиссер фильма «Тихий дон» Сергей Герасимов категорически недоволен работой актрисы Элины Быстрицкой. Этот эпизод особенно показателен, если вспомнить предысторию. На решающем худсовете кандидатуру Быстрицкой на роль казачки Аксиньи утвердил писатель Михаил Шолохов, даже не советуясь с режиссером Герасимовым. Мы не умеем быть нужными для жизни людей. За год до начала съемок «Тихого дона» развернулись боевые действия. В атаку пошли все первые красавицы Советского Союза во главе с потомственной казачкой актрисой Нонной Мурдюковой. Они сражались за главную роль. Элину Быстрицкую на кинопробы даже не пригласили. На пробы к Герасимову вы же сами пришли, да? Я не сама пришла, я попросилась. И он меня пригласил послушать хотел, но я не смогла читать. Я просто не могла взять то, что он хотел мне, чтобы я прочитала, потому что это то, что у меня не получалось в институте. Или я считала, что не получалось, я не знаю. Но потом меня пригласили. Пробы начались где-то осенью 56-го года. Началась съемка. А пробы начались в январе 56-го года. А в сентябре только начали снимать. Полгода шли пробы. Было очень много претендентов на все роли. И на мою роль тоже было очень много претендентов. А вы знаете, сколько? Мне говорили, что более 30-ти. Ну, я не знаю. Я знаю нескольких актрис таких известных. Это я знаю. Но я их не назову. Они на вас обижались потом? Некоторые обижались, да. В глаза обижались. И в глаза тоже. Я не думаю, что это нужно обсуждать. Моги, твои, что нишнего дня на моем базу не ступала? Я к вам Степану пропишу. А ты че? Свекор, а? Свекор? Ты что, меня учишь? Иди свою толстозаду поучить. Да я тебя дьявола хромого культяпого в упор не вижу. Иди отсечь. Не пейте, как грех, не испужай. Ходи, ты дура. Вы знаете, этот фильм принес мне всесоюзную славу. Я получала от зрителей письма бандеролями по 250 штук. Еще пыталась какое-то время отвечать, потом я поняла, что это невозможно. Я почетная казачка. Я казачий полковник реестровый. У меня четыре креста за заслуги перед казачеством. И один крест за веру и правду. Тихий Дон получил, по-моему, международных премий вне нашей страны. Что касается наших премий, по всей вероятности кто-то не хотел. Кто-то ведь мочил и Шолохова тоже. Вы знаете о том, что предполагали, что это не его авторство и так далее. Я думаю, что вся эта грязь, она, наверное, сыграла. Я так предполагаю. Более того, я поднимала этот вопрос уже сравнительно недавно на президиуме Академии Золотой Орел. Но тоже никакого движения. Шолохов признан сейчас как автор. Доказано его авторство. Ну, мы сейчас практически остались только четыре женщины. Вы общаетесь? Конечно. Когда удается, мы даже все радуемся очень. Ведь каждый все помнит. Каждый из нас помнит все. Но мы когда общаемся, мы радуемся, что мы живы, что мы друг друга видим. Не знаю, мне нравится. Я с удовольствием могу сказать что-то очень приятное одной из своих коллег, участниц этого фильма. потому что у них замечательная работа. А расскажи-ка, родненький куманек, как ты кума моего, моего мужа Петра Пантелеевича убивал, казнил. Трудно было просто жить, трудно было там в это время. На выездах трудно было жить. Время было тяжелое. Это был 56-й, 57-й, 58-й год. С осени 56-го года начались съемки у нас и закончились в 58-м году. Было несколько выездов на натуру. Нужно было очень рано вставать, нужно было держать себя в форме, нужно было очень точно знать все, что написано, все, что сказано, все, что предложено. Герасимов фантастический режиссер и педагог. трудно было все. Это была тяжелая работа, но это было служение. Я не буду жаловаться, потому что я свою профессию люблю больше всего. Вообще больше всего? Вообще больше всего. Товарищи, дайте слово! Товарищи, не мешай работать! Работать? Это в шахте работают! Суровый мажор в шахте и в семье, в быту и на войне. Фильм Добровольца вышел на советские экраны в конце 50-х и символизировал триумфальное послевоенное возрождение страны, которую не сломить. Лицо страны Элина Быстрицкая, ветеран войны, медсестра, фельдшер, актриса. Лучшая актриса 1958-го, 1959-го, 1960-го годов, по единодушному мнению читателей журнала «Советский экран». Тираж этого журнала превышал тогда два миллиона экземпляров. Вы, когда поняли, что это всесоюзная слава, у вас не было вот такого ощущения потери времени и пространства? Думаю, что нет, потому что я очень скоро уже пришла в Малый театр, как только кончился Тихий дом. Даже еще не успел кончиться, я уже пришла в Малый театр. И там были такие великие мастера, и я так влюблена была в этот театр, и давно уже, я его видела, еще будучи студенткой, что, слава богу, у меня не случилось этого влюбленности в себя, нет, этого не было. Я пришла в Малый театр по собственному желанию, и меня приняли, приняли на договор, я очень хотела, чтобы меня оставили в труппе. А как приняли в театре? Жестко, жестко, всякое бывало, но я в этом копаться не люблю. Они завидовали, я в этом копаться не люблю. Даже когда я в интервью пыталась задавать ей вопросы, которые могли бы ее спровоцировать на слабость, она могла бы сказать, да, мне было трудно, ни разу, ни разу, и она ненавидит эти вопросы, поэтому это было очень сложное интервью, но она всегда оставалась сильной. Это было не интервью, это было практически, я не знаю, это было поле битвы. Ты спорила с ней? Мы с ней спорили, она ненавидит, когда с ней спорят. Я не знаю, почему, но вот это меня заводило еще больше и больше, я как-то пыталась, ну, где эта жизнь? А эта жизнь вот она, вот в этой эмоции абсолютно. Что с тобой, Лидия? Что с тобой, дитя мое? Мама, подите к моему мужу, позовите его сюда, скажите, что я умираю. С конца 60-х годов Элина Быстрицкая практически не снимается в кино. Одна из расхожих версий, из-за крутого нрава актрисы, режиссеры перестали предлагать ей роли. Официальный ответ самой Быстрицкой «Мой дом, театр». И здесь она, хозяйка, больше полувека, с 1958 года. Малый театр даже в советскую эпоху называли императорским. Во главе империи долгие годы был Михаил Царев, театральный царь и бог. При нем Элина Быстрицкая стала примадонной, от взмаха ресниц до острой шпильки. Монаршая холодность и вспышки праведного гнева. Здесь ей прощалось все. Когда роль доставалась не вам, вы старались бороться за роль? Нет, я никогда не боролась. Единственное, что я могла сделать, что однажды было. Я получила одну роль, а готовила параллельно другую. И победила. Я попросила посмотреть, и меня утвердили. взаимоотношения с режиссерами, если с режиссером, если не складывались? Я уходила. У меня с одним режиссером никак не получалось. Я уходила из работы с ним дважды. А потом он просто уже меня не принимал. Уже не предлагал мне. Не называю, не называю фамилии. Я жестко не отвечала. Я просто просила меня освободить. А почему такая ситуация складывалась? Ну, я не могла сделать. Я не понимала, что он от меня хочет. Понимаете, когда я не понимаю, что от меня хочет человек, я не знаю, что делать. И так бывает. Со мной это бывает. А бывало, что режиссеры хамили? Один раз было, да. Но это плохо кончилось. Для кого? Для режиссера я ушла. А что он сказал? Я не помню сейчас, я не помню. Что я помню только что? Он что-то сказал о моем муже. Что-то не то, что можно было говорить. Я возмутилась и отказалась работать. «Подумай меня силой взгляда я люблю, ты мне снова скажи, не кривяйся мне сердцем от рада, как былые прошедшие дни». Элина Авраамовна Быстрицкая из тех богинь, которых, может быть, многие не любят, но все уважают. Про Быстрицкую ходит огромное количество слухов, легенд о ее тяжелейшем характере, о ее очень жестком отношении к профессии, к коллегам и так далее. Ходили слухи о их диком противостоянии с другой Примадонной Малого театра Руфиной Нифонтовой, что одна якобы не терпела вторую, рассказывали какие-то чудовищные истории, как одна стекло подмешивала другой в туфли и прочее, прочее, прочее. Вспоминать это не хочу. Может быть, это и так, но когда Нифонтовой не стало, Быстрицкая, придя на похороны, долго-долго плакала. Говорили, что было ощущение, что она не плакала, а выла. Могу себе представить, почему. Потому что когда уходит твой соперник, к которому ты все равно относишься с большим уважением, ты понимаешь, что следующим можешь быть ты, ты понимаешь, что заканчивается что-то. Эпоха? Заканчивается эпоха. Заканчивается эта битва, заканчивается это противостояние, все бессмысленно. Какой веревец, что ты говоришь? А вот что на базаре машиновки торгуют. Меня его накормить, посадить вместе с теми, не спросить, не нужно ли ему чего-нибудь. Его, я думаю, особенности. Не поди дай но разве может кусар благочестивым людям в видениях являться? Для меня сложно стало. Я мало занята, хотелось бы больше и пока не знаю перспективы. Могу вам сказать, что я пока не понимаю почему. Я пока не понимаю. Потому что я работаю пока еще нормально, у меня получается. ну по всей вероятности существует какая-то ситуация, в которой пока что я не очень разобралась. У меня есть и режиссеры, которые хотят со мной работать, но к сожалению я не получаю возможности это. Но таких как я полно ведь, вы знаете, но по всей вероятности поэтому я не могу получить роль. А вы хотели уйти из малого театра? Нет. Никогда? У меня никогда не было такого желания и я предполагаю, что его и не будет. Это мой дом. Я мечтала об этом театре до того, как к нему пришла несколько лет. Причем я знала, что эта мечта для меня невозможная. И когда это состоялось, я очень оценила. Такова все ляба. они Прекрасно. Еще разок. Они не красятся. А я уже проверю. Вот так вот. Из книги воспоминаний Элины Быстрицкой. «Свою личную жизнь я не хочу делать темой отдельного разговора. Скажу лишь одно. Я вышла замуж по любви». Николай Иванович работал в отделе переводов Министерства внешней торговли. Через 27 лет супружеской жизни Элина Быстрицкая подала на развод. Она не смогла простить мужу измены. Это случилось в конце 90-х. Выйти замуж во второй раз актриса так и не решилась. Или не захотела. «Любовь – это не вздохи на скамейке и не прогулки при луне». Вы помните эти стихи, да? «Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне». Ну и дальше те две строчки, которые я прочитала уже. «Любовь проходит?» «Если проходит, то это не любовь». «То есть всех, кого вы любили, вы любите и сейчас?» «Без то есть». «А что такое одиночество? Есть ли это понятие в вашей жизни?» «Нет, все-таки нет. Иногда я люблю быть одна. Но, допустим, поехать отдыхать одна я не хочу. Если у меня компании не будет, мне не хочется никуда ехать. Если на отдых. А ну, я очень хорошо отдыхаю дома или на даче. А вот последнее острое ощущение счастья, когда вы испытывали? Сегодня утром. У меня очень хорошее утро было сегодня. Мне позвонила моя сестра. Сказала, когда она приедет. Мне было очень хорошо. Потом я посмотрела, что делает моя собачоночка. Она тоже ко мне очень ласково подошла. Я сумела ее приласкать. А вы думаете, что счастье – это что-то такое особенное? От Кремля на запад по Рублево-Успенскому шоссе. Подмосковный поселок Жуковка. В разные годы его обитателями были вождь Иосиф Сталин, правая рука вождя Вячеслав Молотов, министр культуры Советского Союза Екатерина Фурцева, нобелевский лауреат, академик Андрей Сахаров. Элина Быстрицкая поселилась в Жуковке еще в прошлом веке. Дачница-затворница. Сегодня все нерастраченное женское тепло народной артистке Советского Союза достается маленькому существу по кличке Фифа. А вот по поводу человеческой преданности. Я предпочитаю собачью. Собаки не предают. Люди предают, к сожалению. А сколько в жизни у вас собак было? Две. Одна была, а вторая есть. А про первую расскажите. Это был щенок, которого мне принесла моя подруга в Киеве. Я закончила один из фильмов. Я уезжала, она мне в корзиночке принесла последыша. Ее собака, ее сдавали в зоопарк, и этот пес был от волка. я его потом назвала волк. Ну, пес этот был замечательный. Он меня очень любил. И, к сожалению, мне пришлось с ним расстаться, когда мне надо было уехать на съемки Тихого Дона. мои родные не могли с ним справиться. Мне пришлось его отдать в Литве на хутор. И я очень много лет вспоминала это прощание с ним. Это горько было, это очень было больно и горько. Ну, вот теперь у меня собачоночка, которая уже 12 лет у меня. Вам ее подарили? Да вы знаете, это такая история была. Я ее хотела купить, но у меня таких денег не было. А мне ее купил человек, незнакомый, и подарил. И я уже думала, нет, 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 не возьму, но он меня успокоил. Он сказал, что он может себе это позволить. Поэтому я в адрес этого человека благословения шлю каждый Божий день. Все эти годы. Шла барыня из Ростова, да поглядеть на Льва, с Толцова, да барыня из Орла, неизвестно, куда шла. Ну-ка, 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 ну. В театр вы ее брали с собой, ну, в гримёрку? Я ее один раз принесла. Я ее принесла, ее кто-то хотел взять у меня с рук. Она укусила. Она очень меня защищала. Она думала, что это тянут руки ко мне. Она меня защитила. Ну, знаете, она любит меня. И она дает мне это понять. А я люблю ее, и ей даю понять это тоже. У нас с ней взаимные отношения. Потому что это моя радость, это мой отдых. Я могу прийти очень устала, расстроена, и через полчаса я буду в полном порядке, могу начинать все сначала благодаря ей. А сейчас я беспокоюсь, что мне нужно уже к ней. А вы уже давно мне сказали, что у вас последний вопрос. Вы не заметили? Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok